Создание необходимых условий для системного повышения качества жизни горожан основная цель проекта – формирование комфортной городской среды. Напомню, что в день выборов президента страны граждане выбирали и территории для благоустройства. Набравшие большее количество голосов проекта теперь воплощаются в жизнь. В рамках региональной недели депутат Госдумы Юша Газгиреев побывал с инспекцией в Молгобеке. Проверил, как в городе реализует партийный проект «Городская среда», встретился с местными жителями. Репортаж Индиры Манкиевой. Инспекционный визит в Молгобек Юша Газгиреев начинается с улицы Нурадилова. Здесь в прошлом году по программе «Единороссово городская среда» полностью благоустроили дворовую территорию. Оборудовали детскую площадку, усыновили скамейки и урны. Далее депутат Госдумы отправился на улицу Асканово. Эту дворовую территорию также благоустроили в прошлом году. Юша Газгиреев остался вполне довольным проделанной строителями работой. Мы осмотрели площадки прошлогодние. Достаточно через год в хорошем состоянии. Мы сейчас пообщались с жителями. Видим, что народ доволен. Народ ожидает, что эта программа будет дальше развиваться. Она будет продолжена? Да, она будет продолжена и на 18-й год, и на 19-й год. В рамках партийного проекта у нас будут еще сельские дома культуры, парки городов, малых городов и остальные проекты. Пройдя чуть дальше, депутат встречается с местными жителями, у которых накопилось немало жалоб. В основном они недовольны тем, что подвальные помещения в одном из многоквартирных домов стоят открытыми, и каждый вечер там собирается молодежь, которая постоянно шумит, мешая соседям. А хозяин этих подвалов ремонт, судя по всему, делать и не собирается. Уже через полчаса проблему этого многоквартирного дома Ишага Сгиреев поднимает на встрече с муниципальными депутатами. Новый построенный дом, шикарный дом. Люди довольны, люди обрадовались. Внизу на первом этаже прекрасное помещение, которое сегодня люди на расхват по всей стране, в том числе и республики, берут на расхват. Потому что там можно создавать бизнес-проекты, магазины или какие-то другие для других целей. Но они сегодня заброшены стоят. Из них превышается мусоросвалку, что там организовывают. Я не знаю, кто там еще собирается. Поэтому я очень хотел бы обратиться к руководству города, чтобы эти моменты были очень оперативно решены. Если собственник не появляется, значит ему это не нужно. Надо искать какие-то варианты. Есть судебные решения. Помимо этого, собравшиеся обсудили и другие наболевшие вопросы и города, и всего района, а также подготовку к предстоящему главному политическому событию региона, выборам главы субъекта. Инди Роман Киева, Рахман Суров, Новости 24.